Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы их ждем в эту пятницу, поскольку, собственно, только открыли новый месяц. Помимо этого, в 11.30 сегодня будут публикованы данные по сфере услуг Англии. Это заключительный аккорд состояния британской экономики. Мы поговорим об этом отчете сегодня чуть подробнее, потому что ему нужно уделять больше внимания, ведь на сферу услуга приходится больше 80% всей экономики. По экономическому росту. Плюс ко всему, в 17.00 следом за данными по EDP у нас статистика снова по штатам. Это ISM в сфере услуг. Крайне важный релиз. Здесь параллели те же самые, что сфера услуг для любой развитой экономики – это очень большой сектор. Поэтому оценка и состояние данного сектора позволяет прикинуть, с какими, собственно, показателями ОВП мы будем работать в перспективе. И плюс ко всему, сегодня у нас две очень важные конференции. Сразу самые главные, опять же, руководители регуляторов крупнейших регионов – это Еврозон и США. В частности, в 20.15 у нас будет вещать драки. И в 22.15, закрывая, собственно, торговую сессию, еще ждем выступления Джанет Елен, возглавляющей американский регулятор. Вывод на основании столь насыщенных торгов по новостям, по событиям. Мы должны изначально готовиться к тому, что волатильность будет на порядок выше, чем обычно. Мы должны все-таки уверить, что сегодня, будучи в наличии серьезных релизов по штатам, у доллара будут возможности при определенном раскладе и реализации сценария по тем данным, которые выйдут, получить достаточную поддержку. Сегодня у Джанет Елен есть снова шанс еще раз обозначить позицию ФРС по поводу процентных ставок и сделав акцент на высокую вероятность декабрьского ужесточения монетарной политики. Собственно, так же, как и у Драги, снова есть возможность обратить внимание общественности, всех трейдеров, которые ждут, что еврозона также будет следующим регионом на пути до тех площадок, которые ужесточают политику. Собственно, у Драги будет возможность снова акцентировать внимание на важности сохранения мягкой экономической политики и ни в коем случае не нормализации ее. Может быть, в перспективе не совсем ближайшего, очень далекого времени, я уверен, что это не раньше даже середины 2018 года, эти вопросы могут всплыть по поводу сокращения баланса и роста процентных ставок. Но до этого еще очень много времени пройдет, друзья, и будем следить за отчетом по инфляции, который остается самым важным в качестве ориентировки для действия монетарных властей Европейского Центрального Банка. Надеюсь, что до этих пор у нас с вами будет достаточно поводов, чтобы неплохо подзаработать на слабости евро, тем более, что европейская валюта явно сейчас находится в формировании нового нисходящего тренда. Нужно, чтобы тренд продолжился дальше, как минимум, к отметке 1,15. Но давайте все-таки поподробнее пробежимся по наиболее интересным инструментам, которые могут показать сегодня такие же интересные движения, поскольку обязаны реагировать на тот фундамент. Сегодня, поскольку торговая сессия среды, у нас традиционно официальные данные по запасам нефти. Это запасы не только нефтянки, но еще и бензина, дистиллятов и классика по объемам добычи. Очень важный риск, может быть, даже важнее сейчас, чем запасы нефти и бензина, поскольку, если уж мы некоторое время назад с вами стали говорить о рисках для нефтянки того, что производство нефти в США увеличивается, то, конечно же, каждое еженедельное подтверждение того, что наши с вами прогнозы были верны, усилит этот скепсис, негативное настроение на рынке черного золота и позволит нам, отталкиваясь от этого аргумента, ставить на еще большее ослабление котировок к нефти. Вчерашняя торговая сессия. В начале вчерашнего грифинга мы позволили себе сделать акцент на то, что цены на нефть будут снижаться, хоть в рамках всех торгов вторника. Тоже расчет был уверен, потому что мы действительно воились вместе с нефтянкой на протяжении второй торговой сессии этой недели. Получается, шесть у нас уже непрерывных по бренду торгов о снижении. Сегодня, может быть, тоже день, который усилил эту негативную динамику. Важно отметить то, что балом по-прежнему правят. Прежнее негативное настроение связано с тем, что последний скачок цен на нефть мог стать причиной еще большего переизбытка. Если повариться в этой теме, мы, конечно же, понимаем, что при таком сценарии вот это достижение балансового состояния как возможность, как реальность затягивается по времени на крайне неопределенный период времени. Я думаю то, что не споро этот баланс будет достигнут, если и вообще будет достигнут. Но не с теми усилиями, которые, конечно же, сейчас предпринимаются ключевыми производителями углеводородов. Мы помним то, что нефть открыла эту неделю серьезных распродаж. В принципе, можно сказать то, что за первые несколько дней нефтянка потеряла около хуже 3%. И одним из основных драйверов, собственно, этих распродаж выступила оценка аналитиков Reuters, которые, опять же, абсолютно практически однозначно констатировал уровень по состоянию и экспортных показателей, и по загрузке танкерных мощностей, пришли к выводу о том, что ОПЕК по-прежнему продолжает нарушать взятые на себя обязательства и индивидуальные квоты. Ну, прежде всего, речь идет о том, что для Острана ОПЕК, как вы помните, в соответствии с договоренностями и энергетическим пактом еще конца 2016 года, действовало ограничение на добычу 32,5 миллиона баррелей в сутки. Вот, согласно тому же самому вопросу Reuters, сейчас добывается больше, 32,86, то есть на 360 тысяч баррелей, больше, чем положено. И нарушают эти дисциплины отдельные регионы, мы вчера говорили, помните, по цифрам и по Ираку, и по Ирану, и по Саудовской Аравии, и по Ливии, обозначили прогнозы и планы того, что производство будет и дальше увеличиваться. Ничего не меняется, друзья, это главные подробники спокойствия и основные нарушители договоренностей, поскольку у нас есть уже подтверждение, что ключевые экспортеры и производители ОПЕК не соответствуют на 100% взятым на себя обязательствам и квотам, мы делаем простой вывод о том, что вот эта ноябрьская встреча, на которую очень многие оптимисты и те, кто покупает нефть, ставят очень многое в надежде на то, что эта встреча будет прорывной для нефтянки, поскольку последуют новые договоренности. Но видя то, что сейчас квоты не соблюдаются, я позволю сделать себе такой опережающий вывод о том, что никаких важных договоренностей не будет. И более того, вероятность того, что продлят пакт за пределы марта 2018 года, тоже сейчас снижается. Сегодня в центре внимания статистика в 17.30 по московскому времени будут опубликованы официальные данные по запасам нефти, по прогнозам минус полтора по нефти, плюс полтора по бензину. Эти отчеты себя и друг друга сбалансируют, поэтому можно даже изначально сделать больше акцент на статистику по объему добычи. Если производство нефти в Штатах за прошлую неделю вырастет хотя бы на 15 тысяч, друзья, тогда прогноз Администрации энергетической информации, то, что в этом месяце будет добыто плюс 79, плюс 80 тысяч баррелей в сутки, к тем показателям, которые уже были зафиксированы, а это 9,55 миллионов. Этот прогноз будет оправдан. И на эту статистику медведи обязательно навалятся как на очередную пищу, скажем так, как на топливо, для того, чтобы усилить распродажу и показать еще больше снижения. Я думаю, что сегодня быки снова будут находиться в сторонке, наблюдая за тем, как доминируют медведи. А судя по тому, как мы снижали вчера, я думаю, что у медведей ясно уже прослеживается намерение, такое четкое, затащить нефтянку снова ниже 55 долларов за баррель. Это по бренду. Рубль 57,85. Видели мы вчера котировки 58 повыше, но пока что резкого ослабления российской валюты, на которую мы делали ставку, не наблюдается. Возможно, есть вот эти психологические снова уровни, при пробое которых уже не останется сомнений, что нефтянка снова развернулась. И первым ориентиром является уровень 55, от которого нефть сейчас чуть-чуть находится повыше. При усилении распродаж на основании тех отчетов, о которых я сказал, нефть закроет и имеет высокий шанс закрыть торговую сессию ниже 55 долларов за баррель. Соответственно, по рублю мы снова будем месяц на прежние. Горизонт это 58,5-59. Доллар японская иена вроде бы и росла, вроде бы доллар прессинговал против иены. Мы вчера детально разбирали перспективы этой валюты пары, потому что нам было за что оцепляться, на чем базироваться в плане роста. Это и комментарии Елен, это и выступления прочих представителей американского регулятора, это и прошлое решение по сокращению баланса, и, конечно же, статистика, которая продолжает нас радовать, точнее радовать тех, кто делает ставку на рост доллара, потому что каждый практически отчет повышает вероятность роста процентных ставок в декабре. На текущий момент вероятность, как и раньше, держится больше 80%, я думаю, что можно говорить уже о близости к 90%. Поэтому видеть текущее ослабление доллара не совсем понятно. Я пытался найти причину. Может быть, все-таки трейдеры сделали ставку на последний отчет бизнес-оптимизма в Японии по танкам, который оказался на 10-летнем хае, и вывод последовал не в плане того, что это может помочь Синза Абе удержать свои лидерские позиции, он непременно сохранит с собой этот пост, и, скорее всего, продолжит спечать экономическую политику. Но трейдеры, возможно, с отложенным эффектом отреагировали на этот релиз, как на еще один потенциальный предвестник будущего разгона инфляции, и, возможно, когда-нибудь в будущем сокращение тех стимулов, которые используются. Ну, с натяжкой, конечно же, это причина. Потом, может быть, на рынке есть какие-то еще недоступные для широких масс с комментариями новости по поводу все еще актуального вопроса отношений напряженности в этих отношениях между США и Северной Кореей. По крайней мере, здесь уже есть какие-то логические цепочки, которые можно проследить, потому что индекс доллара у нас снизился снова до полуторамесячного минимума, и такая динамика могла быть связана только с резким ухудшением настроений на финансовых рынках и спросом, собственно, на защиту. Может быть, участники рынка снова вспомнили, что совсем скоро придется решать вопросы по толковому государственного долга. Может быть, участники рынка готовятся к статистике по non-farerals, по рынку труда, уже с расчетом того, что эта статистика будет крайне плохой, поскольку будет отражать последствия ураганов и стихийных бедствий и закладывать постепенно уже эти риски. Это еще одна из причин. Но, на мой взгляд, чего-то серьезного, того, что стоит обсуждать и говорить о том, что все, друзья, отказываемся от длинных позиций по доллару, не произошло. Более того, новостной фон в целом не меняется, и я уже готовил вас к тому, к чему заранее нас всех подготовила Джанат Хиллен, что нужно быть реалистом. И, конечно же, мы не получим сейчас по итогам последнего месяца каких-то заоблачных показателей по ряду секторов и по рынку труда, потому что американская экономика в прошлом месяце жила под тучами вот этих природных катаклизмов, которые обрушились на нее и без разрушительных последствий не обошлось. Конечно же, на ликвидацию этих последствий понадобится очень много денег, очень много ресурсов, очень много времени. И, конечно же, все эти катаклизмы не могли привести к укреплению и росту прогресса в тех секторах, которые мы с вами анализировали. Но это только временное явление, друзья. И Хиллен сказал, что предстоящие слабые релизы, которые, скорее всего, таковыми и будут, то есть отчеты, которые впереди, они не повлияют на позицию ФРС по росту процентных ставок. Вы, пожалуйста, не забывайте про это. Краткосрочная торговля – это, как говорится, на собственный страх и риск. Вы можете попробовать использовать и возможности локальной слабости доллара. Но я не удивлюсь, если доллар так же быстро восстановится, буквально за считанные минуты с текущих уровней, так же, как и он, собственно, слаб в последние час-полтора. Поэтому, друзья, я рекомендую сохранять длинную позицию, как и раньше, в расчете на то, что на этой неделе рынок логично отреагирует на какой бы ни был отчет, по нон-фарм-пэриллса, ну, логично, с учетом того, что слабость будет временной. И если этот сценарий будет реализован, то доллар-японская иена сможет закрыть эту неделю, возможно, на максимум за много последних месяцев. Нам нужно сейчас оказаться выше 113.50, чтобы по паре доллар-иена поверить в реализацию вот этого сценария, еще большего ралли. Евро против доллара. На слабости американцы отчусь, европейская валюта восстановилась, но все равно котировки ниже отметки 1.18, сейчас примерно уровень 1.1765. Европейская валюта остается под давлением политических рисков, как я и вчера отмечал, после выборов в Германии, когда победу, может быть, не в том формате, в котором хотелось, одержала Меркель, но очень много набрали правоцентристские силы, это тревожный сигнал. Еще большим негативом является референдум в Каталонии. Между прочим, это событие еще продолжит резонировать на динамику евро, потому что после выборов, точнее, референдума в Каталонии о независимости Испании, большинство проголосовало за эту, собственно, независимость. Мы помним и жесткую реакцию правительства Испании, специальных властей. Мы помним про вот эти массовые беспорядки, про количество пострадавших и так далее. На этом ситуация не затухла, потому что ведь большинство проголосовали за отделение от Испании, а значит, эту декларацию о независимости нужно реализовывать и предполагать в жизнь. Вот считаю то, что если все пойдет, как было намечено изначально, то каталонцы провозгласят независимость уже, возможно, даже в рамках текущей торговой сессии, ну, сегодня-завтра. И нужно понимать, друзья, то, что если изначально Конституционный суд был против, если изначально не обошлось без тачек и, собственно, тех конфликтов со силовиками, а ситуация, скорее всего, повторится. И, как и в прошлый раз, это негативно отразится на динамике евро. Почему вот эти конторы идут очевидные? Ну, здесь, наверное, нам, как фундаменталистам, нужно все-таки уповать на экономические факторы. Не забывайте о том, что Испания сейчас далеко не в самом лучшем своем состоянии по динамике, по показателям, по состоянию экономики. И если, опять же, развивать эту тему, вспомнить то, что Каталония примерно 20, может быть, даже больше процентов всей испанской экономики, можно говорить и о конкретных цифрах. Дотации Каталонии в бюджет Испании превышает 12 миллиардов евро в год. На текущий момент уровень государственного долга Испании составляет около 90%. Это очень много. Соответственно, если Каталония все-таки пойдет по своему пути развития, испанская экономика теряет 20% экономического роста, теряет колоссальные ежегодные дотации, и государственный долг может вырасти до 130%, это будет вдвое превосходить критерии Мастикского договора, вообще членство региона в составе Европейского союза и в зоне евро. Чем это чревато? Это чревато серьезными финансовыми проблемами, и чревато тем, что и Испания будет вынуждена обращаться к тройке международных территорий за помощь. А как неохотно тройка идет на помощь, финансовую поддержку, мы это помним по ситуации с Грецией. Поэтому экономика еврозоны и в целом ситуация, которая там развивается, я думаю, что в ближайшие месяцы будет явно радовать нас вот этими политическими рисками. Но радовать, вы должны понимать, не в хорошем смысле, конечно же, а радовать как спекулянтов, потому что мы ставим на ослабление евро. И евро от этого уже явно проигрывает, несет очевидные потери, которые могут только множиться и усиливаться. Но также признаю, что и для Каталонии есть и свои негативные последствия, потому что и долг также очень значительен, около 20, по-моему, миллиардов. Соответственно, если Каталония выпадает из зоны евро, из Европейского Союза, им практически уже не будет возможности исполнять долговых обязательств евро. Это будет крайне трудно. И дело может пахнуть потенциальным дефолтом. То, что банковский сектор, я не знаю, в каком состоянии в моменте окажется, это 100%, потому что ключевые банковские ячейки, учреждения, сосредоточенные в этой провинции, скажем так, регионе Испании, уже сообщили о том, что переместят свои главные офисы и центры тут же, поближе, скажем, к Испании, поближе к Мадриду, к Барселону, после того, как будет принята декларация о независимости. Сегодня-завтра, друзья, напоминаю, это событие будет в центре обсуждения, возможно, даже новость номер один для евро. Нужно понимать, с какими рисками сопряжено это событие и что может произойти с евро. Помимо этого, помните и про политику национальную, почему ИЦБ будет придерживаться мягкого вектора. Надеюсь, то, что сегодня в 2015, об этом еще раз скажет Марио Драги во время своего традиционного выступления. Друзья, индекс S&P у нас на очередном историческом максимуме, но никак не хотят оставлять в покое букет этот актив. Уже переключились на новый позитив. Это очередной сезон квартальных отчетов. Считается, что он, может быть, не будет таким классным, как в прошлом квартале. Средний показатель роста на выручке составил 12,3%. Сейчас ориентируется на показатели в два раза меньше, но все равно это очень хорошая цифра. Поэтому, если квартальные результаты компании, деятельности компании, хозяйственной деятельности будут в предстоящей неделе больше разочаровываться, возможно, это и станет вот этим спусковым ключком, указывающим на то, что она перегрета в состоянии американского рынка, и коррекция начнется. Тем более, что напоминаю про позицию, которая присутствует, что эту коррекцию на американском фондовом рынке не обязательно должно спровоцировать что-то невероятно крутое по событиям и новостям. Это может быть даже какой-то отдельно плохой отчет, скажем, какой-нибудь комментарий, либо, пожалуйста, провальный сезон квартальных отчетов. По фунту здесь, в принципе, тоже все без изменений. 1,3264 сейчас котировки, чуть повыше, чем мы констатировали с вами в ходе вчерашнего брифинга. В целом, я все-таки призывал вас не торговать сейчас фунтом, ну, может быть, кто-то послушался, кто-то нет. Конечно же, исходя из фундамента, фунт будет и дальше испытывать прессинг доллара, и прежде всего фунт будет находиться под давлением даже национального фундамента. Тем более, что вчера у нас была статистика по активности в строительстве. Это снова плохой релиз. Между прочим, впервые за последние 13 месяцев индекс активности в строительстве снизился ниже 50. Это спад уже самый очевидный. Дальше, в сферу слух сегодня, буквально через час 40, этот релиз должен спровоцировать движение фунта не меньше, чем на полсотни пунктов. Но по классике жанра, по логике, если производство просело строительство, согласитесь, можно смело говорить о том, что и сферу услуг могла не дотянуть до тех значений, которые хотелось бы увидеть. Поэтому, если активность в сфере услуг будет все-таки на отрицательной территории, по сравнению с прошлым релизом, то тогда британец против доллара может закрыть сегодняшний день ниже отметки 1.32. Ну и не забывайте также про переговоры по Брэкзиту. Следующий этап, пусть и не скоро, в 20-х числах, но рынок еще резонирует от провального прошлого, четвертого рамта. И сейчас уже на рынке начинают обсуждать идею, то что отсутствие соглашения – это лучше, чем плохое соглашение. И по последним новостным сходкам ТРЗМ вместе с коалицией ненамышленников, которые участвуют в этом переговорческом процессе по Брэкзиту, начинают постепенно готовиться и к альтернативному сценарию, когда общие переговоры станут провальными. Это еще один повод задуматься, что произойдет и что может случиться с британцем в ближайшее время. Конечно же, логичный вывод – он должен слабеться. Но то, как он рос две недели назад, заставило лично меня переосмыслить наборы концепций этих медвежьих сигналов и, может быть, даже поставить в большую поддержку для торговой идеи аргументы банка Англии о том, что они будут все равно забрасывать рынок спекулянтов, трейдеров сообщениями о готовящемся повышении процентной ставки. И даже если дело до самого роста процентной ставки не дойдет, я думаю, что спекулянты, будучи пугливым народом, могут начать закладываться под это событие заранее. Поэтому, друзья, несмотря на то, что будучи приверженцем к фундаментальному анализу, я, конечно же, рекомендую ставить на сейл. Есть и определенные причины для роста этого актива. Но, чтобы не вводить вас в заблуждение, опять же, я рекомендую вовсе сейчас не торговать парой фонд-доллар. А если вы все-таки торгуете, вам нужно определить для себя, какие первые причины являются более интересными и, возможно, более перспективными для реального оправдания того или иного движения британцев. Из важных событий сегодня в 11.30 ждем сферы услуг по Англии. В 15.15 статистика ADP. В 17.00 АСМ в сфере услуг. В 17.30 запасы нефти США от Администрации аналитической информации. В 20.15 Драги. В 22.15 выступает Джанет Йеллен. По событиям в целом уже поговорили. Ретиры ожиданий не сны, поэтому остается только пожелать вам удачной торговой сессии. И, как и всегда, настраиваясь на очень подвижное состояние рынка, на высокие показатели волатильности, контролируйте загрузку ваших депозитов и соблюдайте классические правила риск-менеджмента. На этом, друзья, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok